очагов тв представляет что хотели обсудить со случайным собеседником о войне говорим с какой целью о войне говорите хотите чтобы она продолжалась или хотите чтобы она прекратить нет хотелось бы чтоб прекратилась что готовы сделать для того чтобы что мы готовы сделать готовы выгнать всех захватчиков с украинских земель и потом ну сесть за стол переговоров договориться о репарации сколько лет и сколько миллиардов или триллионов долларов будет россия платить ясно почему не угонять как это не еще как выгоняем еще как выгоняем из курской области выгоняем из белгородской выгоняем все впереди у вас же вторая армия мира правильно у нас на вторая армия в украине у вас вы из курской области не можете курской области освободить свою не может без приказа него а без приказа а приказа не было да и освобождать пока него а почему не было как вы думаете ну наверно силу того что там нет укрепрайонов хотят туда втянуть вот эти подразделения украинцы все что нет укрепрайонов не было приказа освобождать то есть пока не появится укрепрайоны а приказа освобождать не будет то есть вся курская область перейдет под контроль украины скоро правильно я понял думаете будет приказ всю украину всю курскую область оставить нет я же у вас спрашиваю вы искали приказа не было освобождать куртку не не было пока пока допускают втягивание вооруженных сил украины на эту не оборудованную защите территорию как думаете где они там будут прятаться ваш а уже окапываются окапываются да слушай а вот под авдеевкой бетонировались ним не помогло да да конечно был бахмут была авдеевка был мариуполь это те города которые вы с помощью бомб авиационных которые к сожалению на сегодняшний день украина не очень может противостоять вы просто сносите полностью полностью все укрепрайоны там не остается ничего живого и на руины заходите и потеряв при этом много десятков тысяч своих орков ведь себя в груди кричите какие мы победили один поселок захватили за три года блин ну и как вы думаете вот они там сильно окопаются если даже бетоном не помог под авдеевкой это дело в том что под авдеевкой да под авдеевкой вы сосредоточили огромный кулак российский российской армии огромный и если вы точно такой же огромный кулак а его чтобы там сосредоточить нужны месяцы это даже не недели для того чтобы туда перевести технику блин личный состав ваш личный состав прибывает его хаймар сами вы знаете разносят ваши вдребезги ваши тела валяются сотнями дохлых вокруг о чем вы говорите поэтому ваша курская область блин вся свободно еще не знаю посмотрим что дальше брянская следующая белгородская то есть прям пойдете на бренск я думаю ну вот курской сейчас разберемся а дальше я думаю займемся брянской области и белград и белгородской области тоже конечно то есть это такая курская дуга курская дуга вот точно да точно ну и как думаешь в этот раз чем это курская дуга закончится ну как обычно фашизм не пройдет вот ваш фашизм не пройдет поэтому украина естественно победит украине нужна территория не курской области не брянской вы же понимаете это прекрасно вы уберетесь на хрен из крыма с донецкой и луганской областей со всех захваченных территорий украина оставит в покое ваши ваши мухосранские вот эти курские брянские и так далее и какие украина даст гарантии безопасности россии легко украина свои договоры ни один договор не нарушал в отличие от россии которая нарушила множество договоров какие гарантии любые под гарантию он там каких-то еще международных организаций это россия российские гарантии никто не рассматривает серьезно же россия врет ваш президент врет у вас нация лжецов власть российская врет президент сам большой врун в мире и у вас нация лжецов да даже бумаги то не стоит совершенно верно я я бы кстати не гордился этим на вашем лице а мы гордимся вы горды знаете почему почему а потому что мы это высказывание бисмарка знаем полностью мало я рад изучайте изучайте бисмарка а главное изучайте карту курской области сейчас понимаете задача какая украины не захват ваших территорий ваши мухосранский на хрен никому не нужны а то чтобы вы отстали сейчас с восточного фронта до чтобы убрались на хрен украина заберет свои донецкую луганские области когда вы перекинуть и перекиньте всех своих орков сюда курску поближе вот да и вот тогда все понимаете восстановится статус кого как вы думаете как как скоро вы сказали не дают команду вашей власти а как скоро они дадут команда освободить курскую я думаю будет дан приказ освободить сумскую черниговскую такая хотели же вы начали подтягивать силы к сумской а вас опередили украинские войска и вошли в курскую прикиньте вот так бывает есть двигаться в направлении укроз и как как вы за три года далеко продвинулись четыре области а четыре области да вы что за три года донецкая и луганская были захвачены еще до того я говорю вот сейчас за последние широкомасштабное что вы захватили хоть один областной центр меня назовите все ответа нет я по нему не захватывали областницы совершенно верно потому что не может не можете слабые вы против украинской армии слабые так что ждут начало большие перемены украину ждут позитивные перемены конечно и ждали и ждут и будут а ваша ваша смотрите вот вы из какого города как ты думаешь украины вы из какого города я сейчас милитополь не знаю жена или топать не надо тебе знать нет прерывается прерывается интернет так как вы из какого города или то то есть вы или топа я из россии вы сейчас находитесь в милитополе зачем вы врете вы находите сейчас в тольятти у меня там сервер находится а сервера а сами в милитополе да а что вы делаете милитополе можно узнать юристом работу а вы юрист нифига себе корпоратив бизнес бизнес вы танцуете на корпоративах и подпеваете наверное как будто танцует давай так как можно работать юристом до ведь это ведь юрист это законник да вот ну вот так может вот российский законик это сразу такой смайлик можно большой ставить что в российские законы это басманный суд как вы думаете басманный суд это закон или нет басманный суд судебная ветвь власти судебная ветвь я говорю про басманный суд непосредственно это один из вы знаете что такое басманный суд а что это такое можете сказать это район в москве такой если там есть валент нет а когда басманный пишется с большой буквы но это не корректно просто пишет район москвы пишется с большой или маленькой буквы пасманный суд район хорошо вот смотрите пишет басманный суд большой буквы ну что дальше нет я у вас спрашивай смотрите например решением басманного суда басманный пишется с большой или маленькой буквы ну давай кому-то с большой что дальше а почему с большой пускай будет большой а что это меня нет я вас продавала вы не знаете русский язык ну давай кому-то не знаю что дальше решение басманного суда с какой буквы пишет с двумя буквами большим первая буква б большая или маленькая давай как будто большая а почему как будто я твою модель хочу логическую понятие из уважения ты в русском языке не сильно давай как будто вообще не знаю хорошо давай забудь про это про какую букву смотри басманный суд вернем что такое басманный суд басманный суд давно уже когда берега говорят басманный суд уже мало кто вспоминает что это суд района басманного москвы а укого у всех сразу какая ассоциации у меня в том числе кстати это это ваше отсутствие вашего правосудия телефонная права вот это и есть басманный суд это давно уже стало нарицательным названием понимаете не собственным а нарицательным так вот когда говорят про российское правосудие говорят, что у вас царит басманное правосудие то есть отсутствие правосудия, и вы как юрист вот вам не стыдно поддерживать вот эту вот дрянь эй, эй, куда ты зовешь товарищ майор товарищ майор, ну куда ты товарищ майор жалко, кстати, довольно интересный собеседник, вы знаете ну, по крайней мере, хоть ну, спокойно говорит как-то дает слушает, да, жалко что он завис, но долго мы тоже ждать не можем, он так может висеть, висеть еще 10 минут, терять время мы не будем ну вы знаете, в общем-то, мне кажется о, все, он прервалось таким я думаю, что мы все с вами уловили суть этого басманного юриста а мы и так и назовем и ролик басманный юрист ролик будет называться басманный юрист друзья, а мы не забываем с вами подписываться на все мои каналы лайк, колокольчик обязательно обязательно распространяйте видео в соцсети вам не сложно скиньте фейсбук там, в каких соцсетях у вас еще есть скиньте ссылочку вот, ну и соответственно обязательно комментарий что вы думаете по поводу этого басманного юриста а так у нас ролик именно и будет называться все, друзья пока, до новых встреч субтитры